Сегодня жителям мегаполиса приходится обязательно заниматься спортом и посещать фитнес-клубы для того, чтобы быть в форме. А что вы думаете собакам? Им тоже особо не разгуляться в городских условиях. Поэтому, Роза, иди твоя очередь! Фитнес-залом для собак сегодня можно удивить человека, не сведущего в делах собачьих. Но владельцы четвероногих точно знают, такие занятия спортом – залог хорошего состояния пса, а значит и его успеха на выставке. В основном они созданы для подготовки выставочных собак, потому что именно выставочные собаки должны демонстрировать на выставке наилучшее физическое состояние, развитие максимальное всех мышц, которые будут демонстрировать красоту собаки, подчеркивать ее. И поэтому, конечно, в первую очередь это для выставочных животных. Плюс к этому существуют животные-спортсмены. Это собаки ездовые, это собаки беговые, то есть это борзы, таксы, бассенджи, которые участвуют в бегах собачьих. Занятия в фитнес-зале начинаются с проверки физического состояния собаки. Животное должно быть крепким и здоровым. Собака не должна быть истощена, она должна находиться в нормальной кондиции, да, будучи, в общем, не обязательно она должна быть очень откормленной, но в любом случае она не должна быть истощена. Затем, очень желательно, чтобы владелец имел понятие о состоянии тазобедренных и локтевых суставов своей собаки, поскольку современное состояние, в принципе, вида собак таково, что многие породы имеют генетическую склонность к проблемам с тазобедренным и локтевым суставом. Опытный инструктор разрабатывает для каждого пса индивидуальную программу тренировок. При этом учитывается уровень подготовки животного и та цель, ради которой его привели в фитнес-зал. Многим собакам, как и людям, занятия в тренажерном зале помогают похудеть. Для того, чтобы животное реально улучшило свое физическое состояние, снизило вес и его поддерживало, нужно длительное достаточно, должен длительный период тренинга. Это, во-первых. Во-вторых, нужно специальное питание, которое будет еще и соотнесено с режимом тренировок. И в этом случае мы получаем, в общем-то, очень даже неплохие результаты. Но совместно еще с дополнительными усилиями со стороны владельца, конечно. Тренажеров в фитнес-зале немного, однако у инструкторов есть особые приспособления, благодаря которым собаки могут выполнять различные упражнения. Классический и, пожалуй, самый универсальный тренажер – беговая дорожка. Она используется и для тренировок собак с избыточным весом, и для тех, кому необходимо укрепить мышцы, и для реабилитации животного после болезни. Разница лишь в степени нагрузки. Собакам бойцовых пород нужна, к примеру, большая физическая нагрузка. Здесь одной беговой дорожкой не обойтись. Для таких мощных псов тренеры тоже придумывают специальные упражнения. Занимаемся именно силовой нагрузкой. Силовая нагрузка для этой собаки. Развитие грудной клетки, укрепление мышц спины и задней. Это зависит от положения резинки – выше, ниже или ровно. И положение головы. Вот в данный момент он тянет резинку. И стоим ровно. Здесь у нас сопротивление. Молодец, вперед. Хорошо, стоять. Работаем. Собаке тяжело, он испытывает нагрузку. В этом случае работает у нас грудной пояс, спина и задние мышцы. Молодец, хорошо. В фитнес-зале собаки и тренируются, и восстанавливают выставочную форму после операций и родов. Благодаря таким занятиям владельцы освобождаются от самостоятельных тренировок со своим четвероногим приятелем. Уда менее эффективных, чем профессиональные. Вот этому малышу 6 месяцев. И он готовится покорять сердца судей на выставках. Это тоже приспособление, очень простое, но достаточно эффективное для тренировки выставочных собак в стойке. Дело в том, что на выставке собака должна достаточно долго находиться в не совсем естественном для себя положении, неподвижном, стоячем. И для того, чтобы научить собаку хорошо владеть своим весом, точно в нужное место ставить лапу и держаться ее на этом месте, вот придуман такой тренажер. Для выставочных собак предусмотрены особые упражнения. Одни помогают корректировать экстерьер в целом, другие – моделировать голову. Происходит укрепление челюстей, наращивание скул. Третьи устраняют физические и анатомические недостатки. Четвертые вырабатывают правильный выставочный шаг. Преодолевая эти параллельные жерди, собака вынуждена повыше поднимать лапы, чуть-чуть делать пошире шаг. Но в зависимости от того, на каком расстоянии, на какую высоту мы положим, нагрузка для собаки меняется, и ее движение тоже немножечко корректируется. Безусловно, полный же огромный, потому что собака научилась двигаться, собака научилась психологически подготавливаться к выставочному процессу, поскольку собака шоу, шоу-классы выставочные, да, она здесь, в общем-то, получает то необходимое занятие, которое, скажем так, ей позволяет на ринге двигаться более уверенно, но вот более пластично, красиво. В фитнес-зале полезно заниматься всем собакам – и большим, и маленьким, и породистым, и дворняжкам, и самым обычным домашним любимцем, и выставочным красавцам. Собака – это все-таки животное, а если животное не может много двигаться, оно становится несчастным. Потому не забывайте о тех, кого приручили. Покупая себе абонемент в фитнес-зал, вспомните о Барбосе. Это будет для него отличным подарком.